Мне кажется, что вряд ли будет Российская Федерация ставить большую ставку геополитическую на режим, который не пользуется популярностью внутри своей страны. Лукашенко сам себя переиграл. Он еще две недели назад рассказывал о том, что Россия пытается рассчитать ситуацию внутри Беларуси. Сегодня он зовет Россию помочь Беларуси, рассказывая о том, что Европа и Америка пытаются рассчитать ситуацию. Я не думаю, что ему будет легко справиться. То, что он говорит, что готов умереть, это похвально. Это говорит о том, что он действительно душой болеет не за должность, а за свою страну. Я одного хочу пожелать нашим соседям из Республики Беларусь, чтобы они смогли сохранить свою страну, чтобы у них был свой президент, чтобы они не получили внешнее управление, как получила Украина, чтобы они могли хоть по небольшому шажочку, но развиваться и идти куда-то вперед. Потому что то, что с ними пытаются сделать, отбросит их лет на 10 назад. А у них и так дела не очень хорошие, чтобы еще на 10 лет назад возвращаться. Но каким тогда может быть выход из ситуации? Перевыборы – это а-ля 2004 год. Это однозначно результат, который будет не в пользу митингующих, никто не примет. Но у нас хотя бы в 2004 году, вы знаете, они хотя бы шли плечо к плечу. А здесь же разрыв колоссальный. Нет, ну даже в команде Светланы Тихановской сегодня заявили, что на перевыборы даже уже не хотят идти, потому что уверены в собственной победе. В 2004 году был Ющенко. Он на тот момент, еще до того, как стал президентом, он был для одной части стены национальным лидером. Человеком, который пользовался глубоким уважением, доверием, у него была своя харизма. И до того, как он стал президентом, он был в принципе, ну такой, знаете, вот на драйве человек. За ним можно было пойти. У них сейчас нет такого. Кто там? Тихановская? Она вчера говорит о том, что, извините, я устала, перепутала, не ту сковородку взяла в руки, я вообще не с этой оперы ушла, бросив своих сторонников, да, которых били. Потом она оклемалась, вышла и говорит, вы знаете, нет, на самом деле я президент, я требую, чтобы меня признали президентом. Ну, это же не человек, который может быть лидером в стране. Значит, сейчас, когда будут перевыборы, должен появиться тот, кто станет настоящим потенциальным белорусским президентом, а не тот, кого спустят на парашюте и скажут, вот это так, вот это так, вот здесь такие отношения с Россией, здесь такие отношения с Россией. По большому счету, я не хочу быть пророком, но мне кажется, что если Лукашенко не удержится, а пока ситуация там 50 на 50, и я пока не вижу, какой есть запас прочности у Александра Григорьевича. Хотелось бы, чтобы он победил, но запаса прочности я не вижу. Расшатывать легче, ломать легче, чем строить. Вот он строил, 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 и через 26 лет своего правления он должен был вывести чека и сказать, вы знаете, я устал, я ухожу, вот вам приехали. Как это приблизительно случилось накануне в Казахстане, да, с Нурсатаном Нурсатаном? И в Казахстане, и все время в Российской Федерации, когда Ельцин уходил, понимаешь? Да, и в Российской Федерации, да, когда как раз был преемник представлен и презентован. Тогда вот то, о чем я думаю. Почему Александр Григорьевич сейчас этого не сделает? Я, ну, уже, смотрите, на сегодняшний момент, у него выжженное поле. Общее знание. Новое власть и кричает, что новый хозяин надо. Будет то же самое и там. Все захотят спасать свою жизнь, свое будущее, свое состояние. Все побегут договариваться и только увидят, что Лукашенко, как говорится, просил. Пока он еще держится, пока за ним большая часть населения, ведь даже если 100 тысяч сегодня вышло, или 80 тысяч вышло сегодня на Беломайдан, да, все равно это в процентном отношении гораздо меньше людей, которые поддерживают Лукашенко. Но, как и у нас, как и в других странах, где проводили цветные революции, активное меньшинство шатает пассивное большинство. Вот сейчас мы это наблюдаем уже, скажем так, имея свой печальный опыт на этот счет. Вот сквозь призму нашего печального опыта, вдвойне внимательнее мы следим за происходящим в Беларуси. Единственное, что субъективно меня настораживает, то, что сегодня я не вижу путей выхода из ситуации, учитывая то, что обе стороны бескомпромиссны и безапелляционны в собственных позициях, и нет, не нащупывается какой-то шаг навстречу, который мог бы стать катализатором для разрешения положения дела. У Лукашенко остался один выход. Договориться он же ни с кем не сможет. Все будет зависеть теперь от того, как он будет действовать. У него выход один – идти до конца. Он сказал, что он готов умереть за правду, за свою страну, за то, что он создавал 26 лет. Значит, он должен идти умирать. Тем не менее, хочется надеяться, что это выражение останется фигуральным. Но он же может и выжить, и победить в этой ситуации.